Азан.кз представляет Уважаемый Джамаат, мы вместе с вами продолжаем уроки по биографии пророка, мир ему и благословение Аллаха, то есть по Сирии. На прошлом уроке мы остановились на теме о начале откровения, сказали о том, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, любил уединяться в пещере Хира и остановились на хукмах относительно этого момента. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, когда ему было около 40 лет, любил уединяться от людей в пещере Хира и совершать там поклонение. Иногда случалось, что он уходил туда на неделю, иногда на две недели, а иногда даже на месяц. В одно из таких времен ему было ниспослано откровение от Всевышнего Аллаха. Эту историю нам передает имам Бухари, рахимахуллах, от матери правоверных Айши, рада Аллаху Аху. Самые первые откровения, которые были ниспосланы пророку, мир ему и благословение Аллаха, были правдивые сны. Когда он видел какой-либо сон, то он его видел настолько явно, как рассвет. Далее ему стало любимо уединяться в пещере Хира. Он ночевал там, пока у него не заканчивалась еда. Затем, когда его продукты заканчивались, он шел домой, набирал с собой продуктов и снова уходил в пещеру. И в это время к нему была ниспослана истина. В пещеру явился ангел и сказал, читай. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что не умеет читать. Ангел настолько жал его, что ему было нечем дышать, а затем, отпустив, снова сказал, читай. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, снова сказал, что не умеет читать. И ангел вновь жал его, приказав в конце, читай. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, повторил свой ответ, сказав, что не умеет читать. Затем было приказано, читай во имя Господа твоего, который сотворил все сущее, сотворил человека изгустка крови, читая, ведь твой Господь самый великодушный. Он научил посредством письменной трости, научил человека тому, чего тот не знал. И таким образом были ниспосланы первые пять аятов суры Аляк. Затем, услышав это, пророк Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, овладел страх, и он поспешил домой. Как только он зашел в дом, первыми словами, которые он произнес, было обращение Хадиджи, рада Аллаху Анху, заверните меня. Хадиджи, рада Аллаху Анху, не задав ни единого вопроса, тут же уложила пророка, мир ему и благословение Аллаха, укрыв одеялом. Таким образом, страх, овладевший пророка, мир ему и благословение Аллаха, прошел. Позже, когда пророк, мир ему и благословение Аллаха, отошел от страха, он рассказал случившуюся историю Хадиджи, рада Аллаху Анху. Он сказал, «Я боюсь того, что джинн может навредить мне». Но что Хадиджи рада Аллаху Аху ответила, «Клянусь Аллахом, такого не будет, потому что ты не прерываешь родственные связи, ты являешься опорой нищему, ты даёшь всё то, что есть в твоих руках бедняку, ты встречаешь гостей, ты протягиваешь руку помощи любому, кто видит трудности и унижения». Хадиджи рада Аллаху Аху, не ограничившись этими словами, привела пророка миром и благословения Аллаха к Вараке ибн Науфалю. Это был сын её дяди. Этот человек во времена Джахилии был христианином, а также умел писать на иврите. С помощью этого знания, по воле Аллаха, он переписывал тексты из Евангелия. Но к тому времени он был очень старым и слепым. Хадиджи сказала ему следующее, «О, сын моего дяди, послушай, что он тебе скажет». Варака, повернувшись к посланнику Аллаха, миром и благословения Аллаха сказал, «О, сын, скажи мне, что ты видел?» Тогда пророк Мухаммад, миром и благословения Аллаха, рассказал всё то, что видел своими глазами. Послушав его, Варака сказал, «Это намус». Слово «намус» имеет два значения. Первое — это Джибрииль, а второе — откровение. К Муся, алейхиссалям, был ниспослан намус, то есть Джибрииль, или откровение. «Если бы я был молодым и сильным, то я бы помог тебе, когда твоя община прогонит тебя из Мекки». Пророк Мухаммад, миром и благословения Аллаха, спросил, «А разве они смогут прогнать меня?» Варака ответил, «Да, потому что в истории сказано, что если к какому-то человеку придёт то, что пришло к тебе, то по отношению к этому человеку будет совершено злодеяние. Если я действительно доживу до этого дня, то я помогу тебе всеми способами». Однако спустя недолгое время Варака покинул этот мир, и в это же время прекратились откровения. Есть несколько мнений по поводу прекращения откровения. В некоторых мнениях говорится, что откровения прекратились на три года, но самый среди них разумный и правдивый ривоят, который привёл имам Бахаки, рада Аллаху Анху, это шесть месяцев. Далее имам Бухари, рада Аллаху Анху, передаёт историю, которая произошла спустя шесть месяцев. Ривоят передаётся от известного сподвижника пророка Мухаммада, Джабра ибн Абдулы, рада Аллаху Анху. Пророк Мухаммад, миром и благословения Аллаха, сказал следующее, «Когда я шёл, мне послышался с неба голос. Когда я поднял голову, то увидел того ангела, который являлся мне в пещере Хира. Он сидел на стуле между небом и землёй. Мною овладел сильный страх. Охваченный им, я прибежал домой и снова сказал те слова, «Заверните меня». После этого случая Всевышний Аллах не спасла лаяты, «О, завернувшийся, встань и предостерегай, Господа своего величай, одежды свои очищай». После этого откровения стали неспосылаться один за другим. В наших уроках изначально мы рассказываем историю и затем говорим о хукмах и той мудрости, которая заключена в этой истории. То есть, изначально пророку, мир ему и благословение Аллаха, были неспосланы правдивые сны. Эти сны снились ему настолько явно, как утренний рассвет. После посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, любил уединяться в пещере Хира и совершать там поклонение. Таким образом, по воле Всевышнего Аллаха в один из таких дней к нему явился ангел. Ангел три раза сжимал посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, до состояния, когда ему становилось тяжело дышать, а затем приказал ему, читая. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, ответил, что не умеет читать. Затем он пришел домой и рассказал случившуюся историю Хадиджи, высказав свои опасения. Но Хадиджи, рада Аллаху Анху, напротив, поддержала его, успокоила. Она описала ему все его качества, которые видела в нем за последние 15 лет. Далее Хадиджи отвела пророка, мир ему и благословение Аллаха, к вараке ибн Науфалю. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, рассказал ему всю приключившуюся с ним историю. Как только вараке услышал случившееся, у него не было никаких сомнений по поводу того, что это было откровением. Аиша, рада Аллаху Анху, рассказывает про вараку, что он был христианином, и он умел читать на иврите. То есть он знал обо всем, как становились пророками, и как им не спосылались откровения. Вараке ибн Науфаль сказал, что это был Джибрииль. А также он сказал, что поможет пророку, мир ему и благословение Аллаха, если он будет силен. Затем, спустя недолгое время, вараке ибн Науфаль покинул этот мир. Откровения приостановились. Как мы уже сказали, есть разные мнения по поводу продолжительности приостановления откровений. В одном риваяте говорится о трех годах, а в другом риваяте о шести месяцах. Это риваят имама Байхаки, который является достоверным с точки зрения наших ученых. После шести месяцев были ниспосланы аяты, суры, завернувшиеся. Тема относительно откровения является очень важной и при этом сложной, потому что каждый мусульманин должен хорошо понимать первоначальное начало откровения, так как наша вера, шариат, берет свое начало именно с этого момента. Если у человека будет хоть малейшее сомнение в отношении откровения, то он не сможет воспринять шариат, а иман не войдет в его сердце. Это ключевой момент. То есть, если вы веруете в него, то дальше будет легко, потому что определение веры обозначает верить во все, что передал нам пророк Мохаммад миром и благословением Аллаха от Всевышнего Аллаха. Действительно, в священном Куране нет примера, как следует читать намаз. В молитве нас научил пророк Мохаммад миром и благословением Аллаха. Все это основывается на откровениях, поэтому скептически, а то и враждебно настроенные против ислама люди в первую очередь придираются к началу откровения. Они говорят следующее. Как вы сами говорите, Мохаммад уходил в какую-то пещеру на несколько дней. Затем он лежал и размышлял там. И таким образом он обдумал весь план шариата. Как это будет происходить, каким будет исход и так далее. Также есть другой разговор. Ваш пророк был очень умным человеком, гением, и его единственной целью было возвысить арабов. То есть, по их мнению, Мохаммад, миром и благословением Аллаха, был патриотом. Он хотел объединить всех мусульман. Таким образом, он разрушил систему идолопоклонников и внес свою новую систему под названием Таухид, потому что с этим идолопоклонством они бы далеко не протянули. Еще одно мнение. Он все переписывал у Бахиры. Или же обучился религии у Вараки ибн Науфаля. Потому что в нашей религии есть следы христианства. Вы говорите о Мусе, Иссе, Фараоне, Юсуфе, Юнусе. Он собрал всю информацию из Евангелия и придумал такую систему. Самым досадным из всех подобных вариантов является следующее. Пророк, миром и благословением Аллаха, был эпилептиком. У эпилептиков бывает врожденный талант от Бога. И постоянно, когда у него случался приступ, его талант раскрывался, и он посредством его формулировал эту систему. Такие нелепые разговоры были еще со времен Советского Союза. Все эти разговоры были для того, чтобы породить сомнения вокруг веры мусульман. И если у тебя будет хоть малейшее сомнение, то ты, твоя вера, лишается целостности. Они не жалели финансов, дабы посеять подобные сомнения. Печатали несколькими томами, книги и так далее. Потому что они знали издавна, что воевать с мусульманами бесполезно, так как они не боятся смерти. Например, Саад ибн Ваккас, рада Аллаху Алху, в сражении Катсия встретился с 40 тысячами мусульман. Персидская армия насчитывала 120 тысяч человек. Когда Рустем, руководитель Персидской империи, встретился с Саадом, он сказал следующее. «Я иду со 120 тысяч избранных персидских воинов. А с кем идешь ты?» Саад ответил. «Меня не интересует, с кем идешь ты. Я же иду с 40 тысячами человек, желающими умереть». И по воле Аллаха Саад одержал победу в этом сражении. Полемика и обсуждение на эту тему идут до сих пор в институтах и академиях. То есть они лучше тебя знают. Хадисы Бухари, Тирмезии, фетвы ханафитского масхаба, хукмы ханбалитского масхаба. Они использовали и искажали эту информацию посредством своих СМИ. Порочили посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говоря, что он был женолюбом. То есть потакал своим прихотям, связанными с женщинами, и поэтому у него было много жен. Затем против них выходят мусульмане с протестами. Но не стоит обижаться на подобные глупые слова, хотя все это делается в плановом порядке, с целью посеять смуту в вере мусульман. Самое интересное, они признают, что был человек по имени Мухаммад, о том, что ему было неспослано откровение, а также признают эту историю, которая произошла в пещере Хира. Теперь здесь возникают несколько вопросов. Первое. Почему Всевышний Аллах, неспосылая первое откровение, сделал это через Джибрииля? Некоторые откровения посылаются не через Джибрииля, а через занавес. И почему пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, своими глазами видит Джибрииля, алейхиссалям? Второй вопрос. Когда пророку, мир ему и благословение Аллаха, было неспослано откровение, почему ему владел сильный страх? Почему Всевышний Аллах посеял в его сердце страх? Если Всевышний Аллах очень любит своего посланника, то почему бы ему не уберечь его сердце спокойствием? Но Всевышний Аллах, наоборот, вселил в него страх. Почему пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сомневался, думая, что это был джинн? Почему у пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, в сердце не утвердилось четкое понимание о том, что это был ангел? Почему откровения прервались на шесть месяцев? Когда откровения приостановились, почему посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был очень задумчив? И у него были даже мысли спрыгнуть с обрыва. Все эти вопросы не дают покоя человеку. Ещё одна версия, которая пришла к нам с Запада, говорит, все эти рассказы он придумал во время вдохновения, экзальтации. Первый момент. Ангел виделся ему явно. Это никакое не вдохновение. Ангел явно сжимал его три раза. Это никакое не воображение. Это никакой либо гениальный план или воображение. Второй момент. Когда пророку, мир ему и благословение Аллаха, были ниспосланы первые пять аятов, то он тут же ушёл из пещеры домой. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, никогда не думал, что будет пророком. Отсюда явно видно, что он ходил в пещеру не по плану. Если бы это было то, что в его планах, в его воображении, то ты не боишься этого. Также ещё один момент. Если бы это всё было запланировано заранее, то у него никогда не должно было быть страха или испуга. Если ты планируешь что-либо, ты же не боишься этого дела, просыпаясь по ночам. Если бы каждый план в итоге приносил человеку страх, то в этом мире мало бы кто-то что-то планировал. Поэтому все эти слова показывают нам, что истинно является ниспослание откровения пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха. Предположим, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, был хорошим актёром, и всё это выдумал и разыграл. Но здесь возникает вопрос. Почему откровения приостановились? Он же мог и дальше продолжать свою актёрскую игру, а также тот момент, что ему померещился джинн, и он не был полностью уверен, что это был ангел. Почему Хадиджа повела пророка, мир ему и благословение Аллаха, к Вараке и Бун-Науфалю? Также человек, который не в курсе такого плана, не может поддержать человека в подобных рассказах. К тому же, следует учесть, что Варака был пожилым и очень религиозным человеком. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, с помощью Вараки лишь убедился в том, что к нему приходил ангел. И для человека, планировавшего какое-либо дело, не требуется свидетеля. Также, если бы это был спланированный план, то откровения не прекратились бы на целых шесть месяцев, а игра бы пророка, мир ему и благословение Аллаха, продолжилась дальше. Отсюда мы видим красивейшую мудрость, не спасла ни откровения, чтобы завтра ни у кого не было сомнений. Еще одной отличительной чертой пророка, мир ему и благословение Аллаха, было то, что он не умел ни читать, ни писать. Иначе бы его не могли обвинить в том, что он все переписал откуда-то. И снова может возникнуть вопрос, почему этого ангела видит только пророк, мир ему и благословение Аллаха? Почему этот ангел не виден другим людям? Самой главной причиной того, что обычные люди не видят ангелов, это то, что материал, из которого сотворены ангелы, это нур, то есть свет. И наши глаза не могут воспринять его. Например, есть болезнь дальтонизм, когда человек не различает цвета. И если дальтоник скажет, что нет красного цвета, сможешь ли ты ему поверить? Нет, потому что ты понимаешь, что проблема в нем, в его болезни. Так же и здесь. Наше умение видеть находится лишь на определенном уровне. Всевышний Аллах даровал качество своему пророку, мир ему и благословение Аллаха, видеть ангелов. То есть, для того, чтобы уверовать, необязательно, чтобы ты так же умел видеть ангелов. Еще один момент. Когда только не спослался священный Коран, то пророк, мир ему и благословение Аллаха, приказал писать. Но свои хадисы записывать он не разрешал никому, кроме некоторых сподвижников. И главной целью здесь является то, чтобы речь Аллаха и хадисы посланника, мир ему и благословение Аллаха, не смешивались друг с другом. И пророк, мир ему и благословение Аллаха, уделял этому особое внимание. Но если бы это был план, то нет надобности разделять это. Это снова указывает на истинность, не с послания откровения. В некоторых аятах священного Корана есть слова от Аллаха, где он указывает пророку, мир ему и благословение Аллаха, о запретности каких-либо деяний с упреком. И если бы это писание придумал, написал бы ты сам, то разве ты будешь писать о себе что-то подобное? Пророк, мир ему и благословение Аллаха, женился на жене своего приемного сына Зинем бид Джахдж. Ученые говорят, что если бы это был план пророка, мир ему и благословение Аллаха, то он бы скрыл этот факт, но он не скрывал этого, дабы показать, что это не является харамом, а это предписание шариата. Еще одно. Если действительно пророк, мир ему и благословение Аллаха, сам это выдумал, то до этих пор, почему арабы не придумали еще Коран? Те, кто понимал арабский язык во всем его богатстве, при чтении Корана, не могли поверить в то, что это слова человека. Нет никого, кто мог бы написать хоть один аят, подобный аятам священного Корана. Учесть следует и то, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, изначально сомневался. И для того, чтобы рассеять эти его сомнения, Всевышний Аллах сказал, «Если ты сомневаешься в том, что мы не спаслали тебе, то спроси тех, кто начал читать Писание раньше тебя. Воистину, к тебе явилась истина твоего Господа. Не будь же в числе тех, кто сомневается». Уважаемый джамаат, на этом мы вкратце закончим тему о низпослании и откровении о Пророку, мир ему и благословение Аллаха. На следующем уроке мы расскажем о том, каким были ступени призыва в жизни Пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Амин, Амин.